Приветствую вас на моем канале, с вами Лилия Донскова и сегодня будет у нас обзор новинки из каталога Айфлейн номер 11. Это очищающая маска-пленка с углем. И эта маска чем примечательна, то что в ее состав входит угольная пыль очень тонкого помола, за счет этого, я думаю, у меня будет черное сейчас лицо, и экстракт ананаса, который содержит альфа-гидрокислоты, обладающие мягким отшелушивающим эффектом, а также увлажняющие натуральные сахара, витамин С, мощный антиоксидант, который уменьшит воспаление на коже. Итак, с чего мы начинаем. Кожа должна быть очищена и компания рекомендует наносить маску-пленку на распаренную кожу. Но так как я сейчас не принимаю душ, не лежу в ванной и не купаюсь в бане, то я могу только просто увлажнить лицо. То есть я возьму такое вот полотенце, специальное мягенькое, я его намочу прям горячей-горячей водичкой. Тепленькая водичка, и я просто немножечко, вот таким образом, погрею лицо. Ммм, а как приятно! Оп! То есть я все согреваю. Ммм, хорошо, хорошо! И теперь наношу маску. Маска удобно открывается, то есть у нее специальный такой колпачок. Ты-ты-ты, закрыли, открыли. Наносить я маску буду с руки. Вот так вот выдавлю небольшое количество. Ох, какая черная красавица! И буду наносить ее кистью. Тонким слоем. Смотрите, она какая густая. Вау! Прикольная! Буду наносить тонким слоем. И рекомендую маску втирать. То есть первый этот слой. Быстро наносим, втираем. И следите, чтобы слой маски был тонкий. Ну, не слишком тонкий, но и не слишком толстый. Потому что если он будет толстый, будет маска сохнуть долго. Наносит маску далеко от глаз. То есть такие большие очки оставляем вокруг глаз. И следим, чтобы не было просветов. Потому что если будут просветы, то мы маску не сможем снять единым таким целым слоем. Слоем, целым пластом. У маски такой достаточно резкий запах. Он не противный, но в нос прям сшибает. И глаза немножечко даже пощипывает. Так порежет. Но по-другому маски-пленки не делаются. То есть она спиртосодержащая. Думаю, в интернете начнется флешмоб черных масок скоро. Все присоединяйтесь. Будем чистить кожу. И веселить людей. Как можно эту маску применять? Ну, пугать детей. Напугать мужа. Так, вот у меня практически закончилось. Я поэтому еще немного добавлю. Потому что у меня еще целый лоб и половинка лица. Уже чувствую, как маска потихоньку начинает схватываться на коже. Особенно активненько вбиваем в то место, где самые расширенные поры. Это нос, Т-зона. Наша любимая Т-зона, о которой все говорят. Потому что Т-зона самая-самая активная, самая жирная. И теперь лоб. Так, немножко волосы попали. Интересно, эта маска выдергивает волосы или нет? Как раз на руке она высохнет, и мы проверим с вами. И чем удобно у окрашенной маски, то что видно, где толстый слой, где тонкий. Чтобы не сделать пробелов, нанести ее ровненько. И наносить надо быстро, потому что она быстро схватывается, быстро сохнет. Ой, ну красотка, сил нет. Сейчас наделаю фоток и выложу в инстаграм. Так, все, где уже наложила. Смотрите, начиная второй слой, я его снимаю. Поэтому трогать не буду. Надеюсь, у меня получится снять такой слой маски. И заодно с вами потестируем, насколько она должна быть тонко или толсто нанесена. То есть у меня сейчас достаточно тонкий слой. Потолще только вот в зоне носа. Ну что, сейчас мы с вами прощаемся на 20 минут. Но для меня это будет 20, а для вас это будет монтаж. И будем вместе снимать маску. Я покажу, как ее правильно снимать. Посмотрим, как она очистит лицо. И расскажу о всех своих ощущениях. GoPro, стоп видео. Надо, Федя. Надо. 20 минут прошли. Масочка у меня высохла. Мне даже не надо ждать 30 минут. То есть я предлагаю вам вот так вот пробовать свое ощущение. Она у меня совершенно гладенькая. Нигде пальчики не прилипают. Поэтому маску можно снимать. Ощущения очень комфортные. Обычно у меня от масок с глиной, например, когда делаю. Или маски-пленки раньше, которые были. Лицо прям вот сковывалось. И невозможно было двигаться. А сейчас все хорошо. Очень-очень комфортно. И сначала сниму маску с руки. Кстати, здесь местами толстый-толстый слой. Ее нужно чуть-чуть поддеть пальчиком у краешка. Так вот у краешка. И аккуратненько. Мне просто интересно было эпиляцию. Будет эта маска делать или нет? Ой, смотрите, как она хорошо снимается. Прямо цельным пластом. Я даже вижу все поры. И как устроена моя кожа. А, прикольно. Это выкидываем. Остальное то, что не снилось, можно просто будет смыть водичкой. Ну, а сейчас мы будем снимать маску с лица. Как ее правильно снимать? Снизу вверх должны быть движения. Даже более того, скажу, по направлению, по массажным линиям. Надо снимать маску. Вот она аккуратненько. Ищу место, где поддеть. Вот она достаточно легко поддевается. Надо было краешка ровненький и толстенький делать. Подцепила. И аккуратно начинаю ее отделять от лица. Кстати, как я и думала, такого слоя достаточно. Видно? Сейчас я сниму с одной стороны. И перейду в другой. Так, чуть-чуть усы остались. Оп. В одном месте маску разъединю, чтобы... Вот так вот видно было. Ух ты! Наверное, это видно, потому что маска черная. У меня прям видно пенечки и спор, которые вылезли. У меня, конечно, кожа не жирная и не сильный такой эффект. Мне кажется, у обладательниц жирной кожи будет прям вау! Какой прикольный эффект с этой стороны. Вот-вот. Видите, беленькая. То есть там, где поры были забиты, как раз вылазят они на поверхность вместе с этой маской. А маска у нас заявлена как маска, которая чистит черные точки. То есть избавляет от этих противных штучек, которые многих очень сильно мучают. Ух ты! Как здорово! Все. Да, вот кое-где можно было слои потолще сделать. Я думаю, она бы лучше сходила. Но, с другой стороны, нет смысла делать толстые слои, потому что маска будет просто дольше сохнуть, а эффект, я думаю, будет точно такой же. Смотрите, какая она интересная. Можно прям все посмотреть. Так, остался лоб. Сейчас я его сниму аккуратненько. Слушай, такие ощущения обалденные. Снимаю маску. А-а-а! Классно! Чуть-чуть в сторону, и потом сюда в сторону. Кайф! Главное, не делайте это при мужчинах. Они, мне кажется, просто испугаются, когда увидите, что вы снимаете свою кожу с лица, черную кожу. Вот так. Как лягушонок из сказки. Шкуры, да, с вас сбросила и стала прекрасной царевной. Вот то, что у меня осталось вокруг, то, что здесь аккуратненько можно снять или просто смыть водичкой. Ну и, как теперь по опыту, могу сказать, что просто край делайте более толстенький, чтобы его полностью снять, и он не оставался вот такими вот разводами по краям. Давайте посмотрим ощущения. Кожа гладкая-гладкая, такая приятненькая. У меня пор вообще не видно, то есть они полностью стянулись. Я сейчас буду делать макияж, и еще раз посмотрю, как у меня будет после этой маски вести себя тональная основа, потому что я люблю, когда тон лежит идеально, ровно-ровно. Ну, бывает иногда, поры от жары, может быть, распахиваются, и тон иногда к вечеру забивает поры. Мне это не очень нравится. Ну, классная маска просто. И что я хочу сказать. Маску можно носить как на чистую сухую кожу, так и на распаренную. Но я думаю, что все-таки эффект будет лучше, если кожу сначала подготовить. То есть распарить ее хорошенько, и потом нанести маску, потому что поры будут открыты, и легче будет выходить весь этот сальный жир, который нас так вот всегда беспокоит, из-за которого образуются все вот эти неровности, воспалительные процессы и так далее. Собственно, мне прям нравится. Я налюбоваться не могу. Вот. Запах, который при нанесении был сначала немножко резкий, он очень быстро улетучился, и меня совершенно не беспокоил. Поэтому я себе маску обязательно буду брать. С удовольствием. Я люблю такие неординарные штучки. И буду с удовольствием пользоваться. Ну все, я побежала делать мейк полный. До новых встреч. Жду от вас лайк. Подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик, пишите комментарии внизу. И рассказывайте о своих ощущениях, если вы маску уже попробовали, понравилась ли она вам, и какой эффект у вас на коже. До новых встреч. С вами была Лилия Донскова. Пока-пока. GoPro с топ-видео.